Всем привет! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал. Также подписывайтесь на нашу официальную группу ВКонтакте. Там часто выкладываются новости, а также новые видео. Сегодня мы подготовим наш проект к продакшену. Я покажу вам, как это делается, и мы пошагово разберем все тонкости и сложные для понимания моменты. Вы, конечно, можете проделать все эти шаги, которые мы будем делать сегодня самостоятельно и сделать все вручную, но я вам советую использовать для этих целей галп. Итак, для продакшена, то есть сборки в папку dist, мы будем создавать отдельный таск build в конце нашего файла gulp.file.js. И в данном видео мы осуществим сборку sas.js и поработаем с выгрузкой того, что у нас готово в папку dist. Что ж, давайте для начала создадим папку dist. Ее также можно будет создавать через gulp, но не суть. Мы создадим это сами. И положим сюда вот эти вот файлы css, js и img. Хорошо, смотрите. Мы запускаем наш gulp.file.js. И для начала нам нужно добавить все переменные. Я ускорю видео, чтобы вы не ждали полное время. Итак, для начала мы подключаем gulp, затем sas, browser.sync, gulp.concat. Ну, все наши самые нужные плагины для работы. И после этого создадим для них задание. Что ж, я начинаю писать, а вы будете следить за этим в быстром режиме. Продолжение следует... В конце мы подключаем плагин, о котором сейчас еще позже немного пойдет речь. Она служит для библиотек. Этот плагин служит для удаления файлов и папок. Что ж, после этого далее нам нужно присвоить переменным наши действия и сразу выполнить их. Таким образом можно выполнять мультизадачный таск. Можно не присваивать, конечно, каждый раз, но так выглядит интереснее и нагляднее. Первым у нас пойдет build.css. Он нужен нам для того, чтобы перенести css стили в наш production. Для этого мы запишем данную переменную. Здесь мы запишем пути наших файлов. Допустим, у нас будет папка app, не папка css. И здесь будет файл main.css. Все это должно быть в одинарных скобках. Первая наша переменная выглядит таким образом. Далее нам нужно записать для неопайп. И создать папку dist, в которой у нас будет папка css. И сюда наш файл будет закидываться. Что ж, перейдем к следующей. Далее нам нужна переменная и нужен процесс для того, чтобы перенести шрифты в production, которые у нас есть. Для этого... Мы также пропишем путь этих шрифтов и далее папку, в которой они будут лежать. После этого нам нужно также создать переменную и перенести наши скрипты в наш production. Для этого мы можем, в принципе, скопировать данную переменную и немножко здесь изменить. И также нам нужно не забыть про наш html. Мы также его перенесем таким же способом в наш production. Перенесем мы просто в нашу папку dist. Все хорошо, но есть одно но. Перед тем, как собирать проект в production, нам было бы хорошо очистить от всех предыдущих действий и плагинов нашу папку dist. Как вы помните, я ее специально создал для того, чтобы показать, что здесь у нас какие-то плагины уже работали, мы что-то уже делали, что-то уже собирали. Для этого мы установим и подключим плагин Dell. Он пишется... Так... npm install Dell называется плагин и save dev. После того, как он установится, мы допишем еще пару строк в нашем gulp.file.js и, в принципе, наш production готов. Здесь мы его уже подключили, так что не забудьте это сделать, когда будете самостоятельно работать. А перед нашим главным таском мы создадим gulp task. Назовем его clean. И перед тем, как мы создадим нашу новую структуру, старая будет удалена. Давайте мы закомментируем и я покажу вам, как это работает. Давайте сделаем default и запустим наш gulp. Давайте я сразу открою папку, чтобы было видно, что наша папка dist просто удалится сразу. Здесь мы также закомментируем, потому что я эти модули не запускал. Итак, после этого мы пропишем еще раз gulp. И, как видите, наша папка dist удалена за 8,77 миллисекунды. В целом, это все, что я хотел вам рассказать. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok